друзья всем привет сегодня будем говорить про богус это очень полезный инструмент для разработки для формирования тестовых данных фейковых данных я думаю видео будет полезным друзья стесняюсь спросить наверняка вы часто делали какие-нибудь тестовые данные для проверки той или иной функциональности вашего кода и наверняка даже если вы очень быстро печатать и у вас это занимало очень время много когда вы создавали классы наполняли данными причем разными в общем на самом деле мне кажется достаточно трудоемкий труд потому что он монотонный и сводится к тому что это все нужно будет удалить никому это никогда в жизни не потребуется собственно говоря хочу предложить альтернативу вот этому подходу эта альтернатива называется богус это сборка которая умеет делать фейковые данные умеет разным образом их генерировать ну и чтобы на примере показать как это работает давайте давайте создадим какой-нибудь класс и наполним его собственно говоря данными и итак начнем мы наверное с класса который называется ну давайте я вот так назову его ордер и пусть в общем то чтобы вам было понятно что это такое так пару-тройку свойств накидаем первое это будет допустим типа гуд это будет идентификатор дальше давайте сделаем там number да пусть будет уной ой стринг и пусть будет номер давайте еще сделаем свойства которое будет говорить про дату создания дэйт тайм допустим created от что нам еще нужно давайте сделаем property какой-нибудь description да ой опять же стринг и description допустим я еще хочу свойства которое называется ну не знаю что там еще в ордер давайте amount сделаем decimal и пусть будет amount ну я думаю пока достаточно так сейчас наведем красоту я думаю что мне будет достаточно сделать какой-нибудь фейк допустим ордер репозиторий но чтоб потом допустим давайте сделаем вот так нет вот здесь сделаем var order репозиторий new ну я не буду подключать dependency контейнер я просто сделал пока по сапожному и здесь скажу консоль в райт но пусть будет джейсон серия лазер до хочу серия лазер я хочу так ордер репозиторий давай дед допустим ордерс давайте не ордерс потому что мы знаем что ордер репозиторий может вернуть только ордер но в моем случае так get all и вот так вот скажем var orders равен get all и в общем то вот этот вот ордер с нужно сюда опустить то есть что я хочу сделать я хочу чтобы у меня ордер репозиторий тот самый фейк вывернул какие-то данные и я в общем буду их отображать здесь я будете ай и номера был ордер ордер и сейчас мне нужно сделать его имплементацию ну то есть реализацию для начала что нужно сделать для начала мне нужно сделать к давайте я сделаю конструктор я сделаю в этом здесь делаю какой-нибудь правит допустим ритон ли ай и номера был ордер давайте так вот ордер здесь я скажу что у меня ордерс мне нужно наполнить и вот здесь пока мы остановимся а вот здесь я напишу ритурн нет я напишу ритурн ордерс в общем все просто так вот для того чтобы не вот эти ордеры давайте вот так пока уберу для того чтобы не вот эти ордера вот сформировать мне нужно установить новую сборку которая как сказал называется бога на самом деле как вы понимаете установить сборку ничего не стоит по времени а вот плюс она даёт на самом деле ой и Training від бас плюс она даёт достаточные большие надо обратить внимание на то что есть достаточно большое количество расширение для этой сборки и в общем пользуются достаточно большое количество людей ну судя по количеству загрузок ну и в общем вас тоже призываю к использованию этой сборки и так первое что нужно сделать это создать ну давайте по порядку для начала я должен создать фейкер вот даже наверно так ордер фейкер который будет у нас заниматься как раз вот это вот генерации new фейкер он имеет ой он имеет дженерик типу возможность указать его указываю и в общем то вот этот как раз ордер будет ордер нет не так ордер фейкер дженерейт ну давайте поставим 5 и давайте запустим наше приложение и посмотрим до консоли в рай давайте сделаем консоли консоли рит лайн чтобы она не закрывалась ну и как вы видите вот у нас сгенерировалась дата правда читайте не очень удобно давайте придумаем другой вариант хранения вернее отображение данных давайте будем сохранять какой-нибудь файл а потом этот файл отображать в редакторе который может подсвечивать синтаксис вард рисун равен само собой сериал айс эту строчку уберем напишем файл в райд пол текст пусть записывает по адресу д темп у меня есть и пусть и пишет дата . джейсон нет еще одну слыш не поставил давайте напишем вот так хотя принципе не раз для линукса есть разница для windows принципе нет поэтому так вот оставим ну и если сейчас нужно выполнить приложение control f5 видимо а вот она она уже сработала теперь откроем диск д так чтобы не мешался вот он темп а вот он этот файл а вот наши данные ну и как видите пока никакого толку от этого богуса нету все как бы ну не очень не очень красиво ну и это поможет мне сделать следующее смотрите я давайте я напишу некоторое количество кода а потом его вам прокомментирую ну и в общем то смотрите я накидал некоторое количество свойств вернее задал некоторое количество правил для того как формировать свойства и так первое что для идентификатора у нас подставляется всегда новый квит для там для маунта есть специальный раздел у фейкера который называется финанс и там есть и маунт причем можете здесь посмотрите указывать минимальная максимальная сколько количество запятых также есть специальная для дат раздел работы с датами и называется дэйт и здесь соответственно давайте покажу вот таким вот образом можно указать до даты из прошлого из будущего скоро пришедшие с размещением в общем тоже на самом деле куча вариантов существует помимо того что можно указывать еще и параметры в каждом из методов также есть такое понятие как генератор да то есть у меня нам бар для ордера это число собственно говоря ну как число это такой фейковый номер до какой-то специализированные который по этому формату работает и я вам сейчас покажу как он работает ну и в общем дискрипшн может задаваться текстом это лорем тот самый где можно указать количество то есть указать параграф давайте тоже покажу как параграф или буква или ну да буква или целое предложение ну в общем на самом деле вариантов много причем у каждого из них есть опять же настройка минимум предложений 3 там 5 7 можно указать но по умолчанию 3 пусть остается 3 итак давайте посмотрим что это теперь из генерирует нам сгенерировалась и здесь не нужно снова открыть этот файл да и сделали такую штуку но смотрите теперь все смотрится намного красивее как вы понимаете у нас есть идентификатора у нас есть тот самый номер сгенерированный по образу и подобию давайте сделать таким образом вот то есть вот это вот отображает только букву вот это цифры но и в общем то так она получилась буквы в начале буквы каждого из ну и смотрите а мало достаточно тоже симпатично сгенерированный текст хочу что еще хочу добавить вот эти штуки можно писать на разных языках но к сожалению не на русском я не нашел возможно вы найдете ну и в общем что это как бы самый простой способ использования может быть наверное мало-мало-мало эффективный потому что обычно очень редко бывает когда сущность чем-то связанную на генерировать простые сущности проще даже можно и без бокуса а я хочу показать вам еще другой вариант когда у нас есть связанные сущности и вот генерацию для них мы сейчас и рассмотрим для начала давайте где мой салюшин давайте для начала создадим эту самую сущность пусть эта сущность называется public класс person ну пусть будет person вот и здесь тоже накидаем парочку свойств ну например будет будет айди и например давайте 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 он давайте напишем все остальные ну конечно же стринг для начала напишем а потом ферстные а потом еще делаем last last мы думаю достаточно так но хотя не давайте это же какой-нибудь там проб создадим допустим стринг какой-нибудь позиция ну в смысле и должность грубо говоря давайте давайте еще сюда добавим что-нибудь такое ну давайте сделаем таким образом связь что у нас у персона может быть много заказов и тогда нужно добавить следующее во первых здесь нужно заставить good это будет ордер айди нет стоп у персона много заказов да это не так я сделал не так я хотел сделать вот так по property collection ну я на манер entity фреймворка ордер и соответственно это будет ордер и я тоже добавлю виртуал хотя в принципе это не нужно и раз у меня есть у персона много ордеров нужно чтобы еще ордер об этом знал для этого я сделаю вот тот самый good это будет персон айди и в общем то здесь мне осталось сделать ай коллег ой мне нужно здесь сделать персон и тип соответственно персон ну и в общем когда вы начнете генерировать когда вы попытаетесь сгенерировать эти данные выяснится то что сгенерированные они как бы не до конца то есть ссылок у вас не будет это конечно печально но собственно при помощи этого бокуса можно эту проблему решить давайте персон вынесем в отдельный класс ой в отдельный файл вот чтоб можно было на него переключаться и теперь давайте сгенерируем правильный код для этого самого персона ну как вы можете понять использовать вот этот вот подход который использовал ранее на самом деле не получится потому что у меня теперь здесь появился персон и персон айди теоретически конечно я могу его сгенерировать так у нас зависимый персон и давайте тогда я покажу просто как а вы поймете почему не работает персон фейкер вот таким вот образом здесь мне нужно также создать правило для этих каждых из надо было их поменьше сделать все с ним это у нас будет генериться и свой неправильно персон . все сны есть у нас также и классные ну понятно для тестов можно использовать и английский собственно говоря фамилии имена и вообще английский язык поэтому я особо как бы не комплексую по этому поводу ну а вы если хотите можете поискать и и русский for так x id у нас будет тоже with new и еще ой и еще rule for position ну давайте использовать тоже какой-нибудь генератор допустим lorem и пусть будет ну не знаю давайте word вот так вот ну в общем смотрите персон я могу здесь тоже сгенерировать и собственно говоря в какой-то момент это даже может и заработать я сделаю вот так я здесь могу использовать персон фейкер джинни рейд ну и количество персонов здесь собственно говоря будет один но мне нужно чтобы у персона были те самые ордеры и соответственно мне нужно здесь подсказать вот таким вот образом я также могу здесь за использовать так сказать где этот вот ордер ордер фейкер вот таким вот образом я сделаю но суть к тому что смотрите у меня или ордер фейкер появляется первый и я могу сгенерировать и тогда у меня персон не будет заполнен либо наоборот то есть тут такая рекурсивная зависимость и в общем то это и есть проблема и вот собственно говоря для того чтобы эту проблему решить давайте это все так вот закомментируем а теперь давайте использовать вот это самый фейкер немножко по-другому для начала я сделаю правит person make person ну пусть будет все таки правильно написано и здесь я фейкер отдам как instance того самого фейкера здесь мне нужно написать var person равно new person то есть я создаю обычный instance и я его и возвращаю ну это пока так для начала вот теперь как вы видите мне нужно вот это вот все проделать собственно говоря вот с этим персоном и я это сделаю очень просто person точка айди равен фейкер как раз вот этот вот а ну зачем фейкер мне же нужен здесь good new good дальше person мне здесь нужно давайте использовать вот такую штуку initializer так называемый дальше мне здесь нужно что last здесь мне уже поможет фейкер фейкер last name дальше first name опять faker person что там first name дальше у нас position ну опять пусть будет faker пусть будет lorem пусть будет ой нет неправильно написал lorem не давайте да пусть будет lorem неважно на самом деле здесь будет word не знаю достаточно ну и в общем здесь мне нужно сделать следующее мне нужно сказать что я хочу вот для этого персона мне нужно указать orders и orders у меня давайте пока ставим так так здесь сделаем person orders равен ну пусть будет orders но для этого перед тем как мне получить мне нужно сделать следующее для начала я должен сказать сколько ордеров я хочу чтобы было уперсона orders count равен я тоже воспользуюсь фейкером который может рандом мне дать ну допустим int и пусть это будет от двух запятая до пяти например и теперь я хочу следующее я хочу чтобы мне war orders нет не так orders мне нужно сгенерировать эту пачку собственно говоря ордеров и здесь мне собственно говоря тоже поможет фейкер у него есть специальная штука которая называется make сюда я должен указать тот самый count а также использовать лямбду ну давайте вот так ой вот так и здесь сказать я также назову метод make order нет ордер и сюда я хочу указать персон то есть к которому будет привязана и фейкер который будет дальше внутри да который будет дальше внутри уже управлять этим сделать это все ту лист и это будет так я где-то не поставил а ну да конечно теперь мне нужно сформировать этот самый private order make order соответственно нет я что-то неправильно написал make order здесь я должен написать персон и фейкер и теперь у меня так что-то тут персон вот то есть формирование на самом деле персон уже завершено а для ордера но я проделаю то же самое ну ну и вот как вы понимаете вот это вот уже работает немножечко по-другому теперь осталось только эти методы вызвать вот эта конструкция у нас к сожалению не сработала а для того чтобы сгенерировать пачку вот этих самых ордеров я сделаю следующий вар ордерс будет у меня и нуми и номера был range тут я хочу указать сколько ну допустим от 0 до 5 как в прошлый раз а дальше я сделаю следующее select и здесь я хочу выбрать конкретный range здесь мне нужен make тот самый кто у нас персон и сюда я должен указать фейкер который будет другим другим инстансом давайте давайте этот давайте вот так сделаем alt enter в вар new фейкер ну и соответственно это все сделать ту лист и ордерс мне ну давайте даже наверное на нет ордерс равен ордерс ну да ту лист они нужны я уже так сделал в общем вот эта картина теперь работает немножечко по-другому так она вернее не работает а и номеру было мир был персон а стоп я чё запросил мейк персона мне нужно ордерс но суть в том что я хотел ордеры да а мне давайте теперь этот репозиторий будет возвращать персон потому что у каждого персона есть ордеры и в общем то давайте поправим эту конструкцию персон соответственно это будет у нас персон ну ладно пусть так называется так и теперь когда я запущу это все ох я получил экзепшен ах ну да скорее всего я понимаю чем речь идет скорее всего рекурсия на самом деле джейсон текст джейсон сериалайзер от microsoft а он не до конца умеет хорошо работать с рекурсивными зависимости в джейсон их поэтому мы сейчас поставим другой который называется ньютон софт более известный чем встроенная без сборка на самом деле сказали разработчики что и этот джейсон сериалайзер от microsoft а тоже сможет делать то же самое но это будет версии dotnet 5 и у них milestone написано что текущей версии 3.1 это не изменится и так здесь нужно джейсон конь верт сериалайз сериалайз и у нас это будет ордерс давайте проверим был ли я прав нет не был прав потому что а ну да я его создать создал я не указал параметры мне нужно джейсон сериалайзер settings вот они ну конечно же new и здесь мне нужно задать параметры чтобы у меня loop reference равен ignore еще раз запустим приложение ой что-то не то нажал control f5 да теперь это все сработало давайте откроем где он вот он control key ну и как вы понимаете теперь у нас есть персоны вот его идентификатор и у него есть ордеры и этот person id прокинут ну то есть в общем правильно сгенерированные данные они как бы обо многом говорят теперь это валидно и для тестов или и для юнит тестов и собственно и для бенчмаркинга в общем это нормальные серьезные красиво подготовленные данные ну и наверное на этом все я показал все что хотел если у вас есть что сказать написать поделиться если вдруг чем то пишите звоните переводите и тд и как говорит стп на этом всего доброго и пока до новых встреч до новых встреч